Приветище! Сегодня мы с тобой поиграем в симулятор чинителя игрушек. Игрушка, как-то уже вы мог заметить, называется Той Тинкер. Соответственно, чинить мы будем, походу, всё подряд. И плюшевых медведей, и пластмассовые самолётики, и поезда, и вертолётики. В общем, все-все игрушки мира. Ладно, погнали. Хватит болтать, посмотрим на эту игру поближе. Имя пользователя. Хм, ну давай, Чинила. Чинила. Вот так вот пойдёт. Играть. Вы хотите пройти обучение? Ну давай, посмотрим, чему ты меня научишь. Чинила. Все же любят чинить игрушки, правильно? Я вот на ютубчике иногда зависаю, когда находит какую-то старинную игруху, и начинает её реставрировать. Меня это прям завораживает. Ну вот, наконец-то я почитал, что за что отвечает. Переходим к ноутбуку, к нашему верстаку. Я нажимаю, перехожу. Вот он, наш ноутбук. Здесь находятся проекты игрушек. Вы можете получить проект здесь. Окей, давай посмотрим, что у нас тут есть. Начните первый проект. Паровозик. Деревянный паровозик. Оригинальные детали. Их нужно купить, потому что паровозик у нас старенький, гнилой. Некоторые детали потерялись уже. Покупаем оригинальные детали. Вы можете открыть или скрыть список. Необходимые инструменты. Ну, давай откроем. Стамеска нам нужна. Окей. По поводу необходимого оборудования нам нужен ультразвуковой очиститель. Хорошо. Давай вот это все закрепим. Значит, теперь нужно идти в магазин и покупать стамеску и ультразвуковой очиститель. Не проблема. Стамеска вот. Берем. Можно подешевле взять, можно подороже. Ну, давай подешевле. Выберите желаемую модель, просмотрите и купите понравившуюся модель. Но я хотел за 10, но ее нет. Ладно, за 5 купим. Вот я и могу ее посмотреть. Купить. В принципе, стамеска, стамеска. Что тут такого? Назад. Теперь мне нужно оборудование. Ух, нифигасе, она дорогое. Вот это вот нам нужна. Ультразвуковой очиститель. Купить. За 450. У меня соточка монет. 100 тысяч монет, точнее, в кармане. Так что можно разгуляться. Удалить заметки. Очистить. Закрываем все это дело. И можно, в принципе, приступать к ремонту нашего паровозика. Ух ты, посмотри. Ну, действительно, у него нет половины колесиков. И он довольно потрепанно выглядит. В этом списке показаны части игрушки. Необходимые действия для ее ремонта. Давай посмотрим. Ультразвуковой очиститель. Хорошо. Приблизить игрушку. Вот, мы приблизили. Переверните игрушку и осмотрите ее. Приблизьте детали игрушки, обведенные белой рамкой. Белой рамкой я пока ничего не видел. А, ну вот. Вот так вот, то есть, да? Ладно, вот я приблизился к белой рамочке. Потяните вверх, чтобы убрать деталь игрушки. Вот, я отцепил первый прицеп. Теперь перехожу к этому. Отцепляю его тоже. А, колеса. Колеса забыл отцепить на прицепе. Ну, ладно. Так, нужно теперь достать инструмент, чтобы отцепить сами колеса. Давай попробуем стамесочкой вот так подеть. Четко. Одни колеса отцепил. Кстати, у меня тут парочку новеньких уже лежит. Я так полагаю, что и вот эти тоже надо отцепить. Давай попробуем. О, почти. Отлично. И теперь вот это вот надо все отправить в очиститель ультразвуковой. Детали игрушки с этим значком готовы к сборке. Желтый значок, это значит, что над деталями нужно еще поработать. Значит, вот это берем. Вот это, вот это. И вот этот. А, это пока не могу почему-то. Потому что я их не разобрал толком. Все ясно. Можно как-то подразобрать это еще? Можно. Отковыриваем колеса. Четко. Верхнюю часть ничего отковыривать тут не надо. По всей видимости нет. Ладно, дайте мне другой прицеп. Как мне другой прицеп взять? По всей видимости надо тыкнуть сюда сперва. Оп. А теперь сюда. Вот, наконец-то. Все, сейчас мы все колеса с тобой отцепим. Ой, не ту нажал. Вот так вот. Все. Все отделяемые детали я отделил. И все это дело я сейчас отправлю. Так, подождите, разверните меня. Вот, в ультразвуковой очиститель. 7 деталей, 7 у меня там уже лежит. Вернитесь в центр мастерской. Возвращаемся. Переходим к ультразвуковой очистке. И начинаем все это очищать. Нажмите кнопочку. Ок. О, как там все очищается. Быстренько. Отправьте часть игрушек на верстак. Не вопрос. Приблизьте верстак. Я еще и к столу могу приблизиться, кстати. Приблизьте верстак. Вот так вот. Вот они мои очищенные колесики уже. Часть игрушки обозначена желтым контуром. Готовы к сборке. Ок. Значит, вот желтый контур. Вот это вот все собираем. Смотри, какая игрушка зелененькая. Цветная такая прям вообще. Так, получается с другого конца что ли начинать. А, вот тебя прицепил. Вот. Ну вот, смотри. Сборка игрушки завершена. Сфотографируйте игрушку. И потом я ее, наверное, продать могу, да? Отлично. Выходит. Подожди, а я могу повернуть ракурс изменить? Нет, походу не могу. Фоткаем, короче. И в принципе, смотри, типа до и после. По-моему, прикольно. Музыка друг на друга накладывается. Сразу чувствуется ранний доступ. Вернитесь к ноутбуку и доставьте игрушку. Ок. Активный проект. Процент прогресса ремонта игрушки. 100% состояния прибыли. 120. Ну давай отправляем и получаем 120 монеты. Плюс опыт. Плюс новая игрушка. Ок. Есть какой-то камаз грязный тоже из дерева. И вот это вот, я не знаю, что это такое. Ну давай с камаза начнем. Возможный доход. Сотня. Принять не могу. На это вначале купить детали. Необходимый очиститель. Давай посмотрим, что тут. Моющее средство. Закрепить. И губка. Закрепить. Странно. Почему я работаю в мастерской без вот этого всего? Без моющего средства, без губки. Такое ощущение, как будто я начинающий. Я, значит, на рынок все это дело покупать. Оборудование, инструменты, очистители. Вот губка. Пожалуйста. Она, надеюсь, не одноразовая. Хотя, да, она одноразовая. Прикинь. И мощный средство тоже одноразовое. Что такое? Век какого-то маркетинга. Ладно. Все это мы очищаем. Закрываем. К проекту возвращаемся. И его покупаем. Посмотрим сейчас на этот. О, у него тоже нет колеса. Вот это что? А, это новые детали, которые я купил. Ну что ж, давай попробуем его разобрать. Посмотрим, что можем открутить. Колеса, по-моему, можно снять. Колеса можно снять. Потяните деталь игрушки. Как? В какую сторону путем? А, вот как. Окей. Давай, калисман, снимайся. Грязный. Похоже на круглую кокулю. Или на форму для выпечки пирогов. Что-то странное какое-то сравнение. Где кокуля, а где форма для выпечки пирогов. Так, значит. Вот это все. А, еще можно вот эту снять штуку. Давай попробуем. Это кабина. Кабину отрываем. Что насчет прицепа? Его тоже можем снять. Точнее, не прицеп, а самосвальная установка. Так. Ну, вроде бы все я цепил. Я думаю, что теперь нам нужно приступать к отмыванию всего этого. Окей. Давай попробуем. Значит, вот это помыть. Это тоже. Да, короче. Тут все, в принципе, нужно помыть. Вот он наш стол отмывочный. Берем губку. Нет, вначале вырубаем воду. Берем губку и начинаем все это вот так вот намывать. Все отодравили. А, так она не деревянная. Она пластиковая, оказывается. Из-за грязи даже не видно было. Так, хорошо. А можно следующую деталь? Я эту отмыл. Все, хватит, хватит. Прекратить. Прекратить. Ну, хватит отмывать. Как мне сменить другую? А, вот. Все, теперь колесико тоже отмываем. Вот. Следующее колесо. А, нет. Это самовал. Точнее, самосвал. Самовал, самосвал. Дальше колесо еще одно. Кабина у нас еще есть. Сейчас кабина. Вот это моя. Вот так. Ну, вот она кабина. Желтого цвета. Какая она яркая-то. Блин, красочная машинка получается. Так. Ну, вроде бы все. Ух ты, нифига себе. Теперь бежим все это дело собирать. Значит, вначале с чего начнем? С кузова. Теперь кабина. Колесики. По-моему, все. Есть. Сфоткать игрушку. Не проблема. За сколько мы ее, интересно, продадим? За сотку или подороже? Очень яркая, красочная машиночка. До, после, пожалуйста. Вот вам. Дайте мне, пожалуйста, 200 монет. 200. Не 100, а 200. Итак, ценник за машинку. Где мне ее продавать-то? В ноутбуке, наверное, своем. Правильно же? Проекты. Активный проект. За сотку, да. Все-таки за сотку. Ну, ладно. Ладно. Сотка плюс 200 хп. Новая игрушка. Новичок. Окей. Давай, значит, разберем теперь... Вот это классно. Вот это вот домик какой-то. Еще есть самолетик. Есть. Давай посмотрим все-таки, что вот это за кокуля. Что это? Может быть, это улитка? Просто она грязная. Необходимые лакокрасочные материалы. Надо купить. Значит, лак. Окей, лак возьмем. Шлифовочный блок нам нужен. И принтер, чтобы печатать, видимо, глаза и прочее, прочее, прочее. Идем на рынок. Чтобы купить, значит, лак. Это у нас оборудование сюда? Нет, не сюда. Вот лакокрасочный. А какой лак-то покупать? Или он один тут? Вот, лак. Можно купить. Хорошо. Ну, по всей видимости, он мне нужен. Да, это он. Теперь нужно шлифовальный блок купить. А он, скорее всего, в оборудовании. Шлифовальный блок. Вот он. Купить. И принтер. Вот он принтер, пожалуйста. Покупаем. Все. По заметкам мы все собрали. Теперь, наконец-то, отправляемся чинить проект. Вот, значит, эта штука. Отправляем на шлифовку сразу. Выходим отсюда. Вот он, шлифовочный аппарат у нас появился. Прикольно. Значит, начинаем его фигачить. Деревянный какая-то фигня. Но сейчас покрасим и поймем, что это за фигня. Где у нас красильная установка? Красильная установка. Вот она. Какой цвет будем красить? Ну, а, это шлак. Это не краска. Туплю. Вот так вот. О, бликовать начал от лака. Отлично. Теперь отправляем к принтеру его, чтобы там на нем что-то напечатать. Врубаем. Угу. Он нам выдал наклеечки. Хорошо, будем сейчас склеить наклеечки. Так. А, это акула или дельфин, который держит... А, нет, это даже не дельфин. Это может быть этот котик морской, который держит игрушку. Что, все получается? Я все сделал. Ладно. Вот это что у нас такое? А, выполнение. Насколько мы выполнили процесс починки игрушки. Странная она какая-то на самом-то деле. Ну, ладно. Фоткаем. До, после, пожалуйста. Окей. Ну, давай ее теперь продадим. 85 монет она стоила. Проекты активные. Продать. О, ракета появилась, смотри. Две новые игрушки еще дополнительно. Короче, когда я что-то чиню, продаю это, мне потом новые заказы поступают. Ну, давай теперь к домику перейдем. 130 за него. Необходимые очистительные средства. Снова губку купить. Моющие средства. Окей. Потом лак. Еще один новый лак. Ультразвуковой очиститель есть. Принтер есть. Шлифовальный блок тоже у нас есть, в принципе. Ладно, идем на рынок. Покупать очистители. Вот это, пожалуйста. Это лак. Деревянный лак. В принципе, все. У нас все готово. Что тут-то значок какой-то. Починить пять игрушек. И получу какое-то достижение. Значок можно получить после ремонта трех игрушек. А, я его получил. Все понятно. Окей. Теперь, чтобы получить новый, надо пять игрушек починить. Хорошо, не вопрос. Значит, забираем вот этот проект. Он такой сложненький. Я думаю, будет интересненький. Приближаемся. И давай посмотрим. Что тут можно убрать? Вот, курицу можно снять. Просто рукой ее вытащить. Собачечку тоже вытаскиваем. Вот это вот, что это? Цыплята. Вот. Домик тоже сейчас вытащим. И забор, наверное, тоже, да? Нет, забор нельзя. Можно. Можно забор. Опа. Все. Платформа у нас очищена от всего. Теперь нужно это дело отмывать. Погнали. Значит, это на мойку. Это к очистителю все. Ультразвуковому. А это на шлифовку. Но вроде бы все распределил. Давай, значит, по порядку. Ультразвуковую очистку сейчас запустим. Включаем. Все очистилось. Все по красоте. Дальше идем на шлифовку. Шлифуем заборчик. Жалко, конечно, что забор шлифуется вот таким вот образом. Нет анимации прокрутки его. Он же круглый. Как-то странно я его шлифую. Ну ладно, вроде бы все. Отправили его на покраску. А платформу надо отмывать. Ну что ж, давай. Врубаем воду и погнали. Фигачить, драйвить это все дело. О, так вот, да. Теперь отправляем на принтер его. Моем домик. Тоже его нафиг на принтер. Так, тут у нас все закончено. Идем наклейки теперь печатать. Печатай. Какие странные наклеечки. Распечатывался бы оригинальный рисунок, который будет наноситься на платформу. Вот смотри, я наношу. А там трава. Вот почему бы не распечатать траву? Хорошо. С этим мы закончили. Теперь с домиком. Наклеечки. Ой, 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 ой. У нас теперь есть окна и черепица. Но странно, черепица только на одной стороне. Следующее у нас что? Это покраска. Лаком надо покрыть наш заборчик. О, здесь он крутится. Вот это хорошо. Все отправляем на верстак и собираем. Я же вроде бы... А, нет, я что-то забыл. Я чего-то забыл. Или ничего не забыл. Ладно, хорошо, собираем. А там посмотрим. Домик на месте. Цыплята, собачка, курица и забор. Ну-ка. Все. Да, мы полностью собрали домик. Сейчас его отфоткаем. Красота. До и после смотрим. Все офигенно. Что ж, отправляемся на продажу. Проекты. Доставить. Отлично. Две новые игрушки и немножечко денежат. А можно сразу два проекта? Почему бы не два проекта взять? Давай вот сейчас я возьму самолет и ракету. Нет, самолет, ракету и вертолет. Это все летательные аппараты. Так что, почему бы и нет? Все сразу сделать так. Необходимое оборудование у нас имеется. Краска надо купить. Окей. Дальше для ракеты. Купить детали. Окей. Необходимые инструменты. О, отвертки нужны. Хорошо, наконец-то до отверток дошли. Сколько тут краски нужно? Темно-красный спрей. Оранжевый спрей. Черный спрей. Не вопрос. Купим принтер. У нас есть. Так. И вертолет еще хотел. Тут, в принципе, тоже все необходимо есть. Хотя губка нужна и мощь средства. Вот так вот. Отправляемся на рынок покупать все это дело. Начнем с лака и спреев. Лак у нас есть. Одна штука. Теперь нужен темно-красный спрей. Красный спрей. У меня темно-красный. Вот он. Дальше оранжевый спрей. Покупаем. Черный спрей еще нам нужен. И последнее. Это губка и моющие средства. Всего по одному, да? А, еще отвертки нужны. Давай зайдем в инструменты. Стамеска, отвертки. А нам какая? Крестовая нужна. Отвертка крестовая. Можно подороже купить. Ну, давай посмотрим вот эту прочность. Прочность 20. Прочность 26. Я думаю, купить нормальные отвертки. Прочность 82. За 15 можно купить. Размер отвертки 1. Размер отвертки 2. А мне какой? Размер отвертки 3 нужен. Опа. Чуть не лоханулся сейчас. Чуть первый размер не купил. Хорошо, что увидел. Точнее, там даже нулевой есть. Нулевой размер. Хорошо. Нам нужен третий размер. И отвертки здесь стоят, в принципе, так же. Давай за 15 купим, посмотрим. Может быть, этой отвертки нам хватит на подольше. Ого, смотри. Х 82. 82. Короче, прочность 82 имеется 82. Понятно. Я купил сразу 82 отвертки. Куда мне столько? Мне всегда хватало одной. Раскурочить все. Причем, даже если там минусовая вот такая вот. Я все равно крестовой что-нибудь открутить смогу. Ладно. Я все купил. Нет, губку забыл. Губку, значит, купить. Давай несколько штук сразу купим. А, она не такая уж и дорогая. И мой еще средств тоже 5 штук. Ну, вроде бы все. Теперь переходим к проектам. Забираем, значит, самолет. Вот. Также надо забрать сейчас сразу ракету. У вас есть активный проект. Пожалуйста, проверьте ваш активный проект перед тем, как начать новый. А, то есть на верстак я не могу сразу две игрушки поставить и одновременно их чинить. Ну, ну вот. Я расстроен. О, это моя комната. Я у себя в комнате. Прикольно. Перейдем к верстаку. Давай чинить самолетик. Что, стамесочка нужна или просто рукой? Рукой можно отодрать. Так. Теперь крылья. Теперь пропеллер. И еще одно колесо с другой стороны, да, у нас? Вот так вот. Ну, все. Теперь отправляем все это дело на обработку. На шлифовку. Сейчас побыстренько мы тут наждачкой все ототрем. Вот так вот. Ой, красота. Еще и лаком покрыть и будет четко. Это у нас что? Это крыло. Сейчас будет, наверное, пропеллер. Нет, колесо. Четко. Вот. Пропеллер. Винт. Пропеллер. Винтище. От винта. И колесо последнее. Все. Дальше идем лаком покрывать это все дело. Так. Оно будет, надеюсь, крутиться, вертеться? Ага, отлично. Следующий деталь йоном, пожалуйста. Ну, вот и все. Все деталь йомы покрасили. Точнее, покрыли лаком. И нужно все это теперь собрать в определенном порядке. Готово. Фоткаем. Но разница, конечно, ощутимая. Теперь мы эту игрушку продаем и беремся за ракету. Я же правильно понимаю доставить. О, машина какая интересная. Прикольно. Берем, значит, ракету. Ее дофига чем красить надо. Нам еще нужно крыло тут заменить. Вот это вот крыло мы снимаем. Рукой же можно? Да, можно. Тут тоже снимаем. Или я это крыло буду чинить? Потому что нового крыла я не видел на верстаке. Этот тоже снимаем. Посадочную площадку. Или это... Нет, тут винт есть. Крестовая отвертка нам нужна. Хорошо. Давай крутить. Ну вот, в принципе, и все. Верхняя часть у нас не снимается. Отправляемся на покрас. Все, абсолютно все детали, все части нужно покрасить, кроме вот этой. Вот она у нас новенькая. А вот, кстати, и новенькая. Я ее не видел вначале. Ну, тут понятно, да? Темно-красная краска. Все логично. Отправляем это на принтер. Тут черная краска. Еще оранжевая у нас краска имеется. Куда это интересно? А, блин, оранжевый получается у нас корпус был. Хотя он на красный был похож. Ну, все тогда. Последнее крыло. И, в принципе, у нас все готово. Теперь нужно отправляться к принтеру, чтобы распечатать что-то. И печатаем вот такую вот наклеечку ему. Хорошо. Готово. Теперь все это собираем радостно. Начнем, наверное, с лопастей вот этих вот. С крыльев. Ну вот, готово. Четенько. Ля пота. Ну что, я думаю, что мы сейчас еще вертолетик с тобой соберем. И на сегодня, пожалуй, хватит. Это мы на доставку отправляем. Окей. И давай с вертолетом. Теперь разберемся. Все у нас, в принципе, есть. Я все тогда прикупил. Значит, снимаем колесико. Колесико. Винты, наверное, тоже надо будет снять. Винты. Давай проверим. Да, они тоже через верх снимаются. Ничего сложного. Все элементарное. Просто обожаю такие игрушки, которые не замудрены. А дальше, наверное, будут мудреные игрушки. Там с электроникой. С кучей винтов. С движками. Там со сложной окраской. И все такое. Значит, винты мы отмываем. А все остальное на ультразвуковую обработку. Где там у нас ультразвук? Врубаем его. Конечно, жалко, что когда я врубаю ультразвук, я не могу заняться другими делами. Мне нужно просмотреть, как это все очистится. Это капец. Дальше отмываем сам вертолет и винты. Врубаем воду. Вот так вот. Вертик у нас, оказывается, пластмассовый. Как бы, ну зачем отмывать дерево, если можно шлифовкой все это отшлифовать? А пластик мы моем. Вот и винтик тоже отмоем. Следующий винтик. Вот так вот. Вроде бы все. Нам теперь нужно отправиться к принтеру и распечатать что-то для вертолета. Что это будут? Окошечки? Наверное, окошечки. Знак мира и дружбы. Точнее, это не знак, это символ. Хорошо. Будем собирать наш символ мира. Колесики, винтики. Винтики, шпинтики. Ну вот, винты на месте, колеса на месте. Вертолет готов. Фоткаем его. Смотрим до, после. Ну, настало время теперь тебя продать. Проекты активные. Доставить. Все. У нас, в принципе, уже закончились игрушки. Видишь? По обучению. Еще осталось три. Тут, в принципе, ничего сложного. Хотя нет, отвертки разных размеров. Плюс еще гаечный ключ нужен будет. В общем, дальше будет интересно. Тут тоже какие-то инструменты. Стамеска нужна. Стамески у меня 21 штука имеется. Так что цепочку. В общем, на сегодня это все. Если тебе понравилось, то ты можешь скачать эту игруху бесплатно. Пролог. Я скачал пролог, и сейчас вот поиграл в нее бесплатно. Посмотри, что это за игруха. Если она тебе понравится, ты ее залайкаешь. Вот можешь прямо сейчас спускаться вниз, ставить там свой царский лайк за этот видос. И если будет много лайков и много просмотров, то я эту игруху продолжу снимать. Я ее куплю, и мы ее пройдем с тобой полностью. Вот, смотри. Animals Reserve. Или как правильно читается? Не знаю. Мы в эту игруху тоже играли, но она что-то не зашла. Мало лайков было, мало просмотров, поэтому я ее больше не снимаю. Так что такие дела. Не забудь еще подписаться, чтобы не пропустить годный контент и годные видосики. Ну, а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok